Ваш вопрос, да, Вы очень глубокий человек. Спасибо Вам, что пришли на лекцию. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Вас за Ваш труд, за Ваши лекции. Спасибо Вам. Недавно ушел из жизни мой отец. Я за него молился и до сих пор молюсь. Вот смотрите, каждый человек, когда уходит из жизни, он идет в чистилище. Любой человек, кроме святых, идет в чистилище. И там два варианта есть. Или он там остается надолго, или там просто с ним, как бы ему рассказывают, в чем он виноват. И его отпускают или на средние планеты, вот как Земля, или наверх. Два варианта, понимаете. Или его просто там пугают, говорят, вот так нельзя было. И он потом идет на землю или наверх. Каждый человек идет в чистилище. И в это время, когда он туда идет, молитва может спасти от ада. Потому что там может человек остаться надолго. Вы сейчас ему не дали попасть в ад. Уже сейчас. Ваша молитва уже не дала ему остаться там надолго. Но он туда попал, как все. И поэтому Вам сейчас продолжает оставаться тяжело. Но я чуть-чуть почувствовал спокойствие. Конечно, потому что все будет, сердце Вам все рассказывает, что с ним происходит. Вам стало легче, продолжайте. Его уже поднимает вверх потихоньку. Молитва может освободить от всех зол, которые человек в жизни совершал. Такая сила от молитвы идет, что она Господу так нравится, что мы молимся за своих близких, что он освобождает человека от всех его грехов, а потом в жизнь человека приходит удача. Что такое удача? Знаете, это энергия супруги Господа. Сначала человек молится за родственников, он спасает. У него в сердце сначала тяжесть, значит родственник пошел вниз. Потом дальше с жаром и тяжело. В сражении идет борьба за родственника. Потом дальше становится полегче, он успокаивается. В это время не надо прекращать молитву. Успокоился тебе. Все равно печаль о родственнике, значит его поднимать начало. В это время ты молишься, молишься, молишься дальше. И потом. Вспомните, когда так будет. Легкость такая в сердце, радость за этого человека. Обычно в этот момент он приходит, ночью обычно во сне. В момент пробуждения и засыпания человек видит тонкий мир. И в этот момент родственник успевает поймать контакт с вами. И он вам буквально в секунды, спасибо тебе, я уплываю наверх, улетаю и так далее. Вам обычно докладывает. Один раз приходит, благословляет и уходит. И вы видите, он вверх пошел. Спасибо. Дождитесь этого момента. Без этого не прекращайте ни в коем случае. И после этого у вас легкость сердца, вот эту легкость. Если у вас какая-то трудность в жизни будет какая-то, вы эту легкость вспоминаете, и все, эта трудность будет разлетаться. То есть ваша сила побеждать судьбу многократно возрастает. Поэтому все люди разумные на этой земле всегда совершали ритуал помощи близким родственникам после ухода из жизни. Сейчас это превратилось просто в выпивку. Люди собираются, напились, духов привлекли, и все, и до свидания, родственники. И все эти духи потом на родственников нападают. Страшная картина. Ритуал означает молиться за человека в радости внутренней. Горе внутри, но ты радуешься за него, молишься все равно по-любому. Спасибо. Я знал, что вы зададите хороший вопрос. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.